Волонтер всероссийской акции «Мы вместе» Виктор Токарев помогает людям уже не первый год. Со студенческих лет принимает участие в благотворительных акциях. Два раза в неделю носит продукты и лекарства маломобильным, одиноко проживающим самарцам, а также тем, кто старше 65-ти. Виктор признается, волонтерство дарит ему положительные эмоции и заряжает на трудовую деятельность. В виду нашей эпидемиологической обстановки нынешней очень важно поддерживать незащищенных людей, то есть людей с ограниченными возможностями, поживых людей, то есть помочь им в трудную минуту, по-моему, это долг каждого здравомыслящего гражданина. Закупившись в магазине, согласно списку заказчика, Виктор отнес продукты Семену Гойхману, инвалиду первой группы. Ему тяжело выходить на улицу, поэтому помощь у волонтеров просто необходима. Со своей стороны волонтеры абсолютно безупречно. Все продукты точно приносят. Если какие-то сомнения возникают, то они звонят по телефону, уточняют список продуктов и конкретно какие виды продуктов, и конкретно какой вес, какая фирма и так далее. Я очень благодарен вашей организации за огромную поддержку за полтора года. Все заявки от нуждающихся жителей поступают в колл-центр горячей линии волонтерского штаба администрации города по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам. Он работает в рамках всероссийской акции «Мы вместе». Его создали еще весной 2020 года, когда начали действовать ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Заявки передаются в районные филиалы волонтерского штаба, и уже потом адреса распределяют между добровольцами. Волонтеры принимают участие разное количество, да? Может быть, три, вот сейчас вы видите, да? Был время, когда заявок было много, у нас шесть волонтеров сидели. Ну и по городу, это, если мало заявок, это 20 волонтеров, если больше, это 50 волонтеров. Позвонить на горячую линию могут жители города старше 65 лет, одиноко проживающие, маломобильные и находящиеся на самоизоляции. Прием заявок ведется с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Волонтер на деньги заявителя могут купить продукты, питание, лекарства, а также помочь оплатить онлайн услуги ЖКХ. Никита Колосов, Николай Епифанов, События.